Всем привет! Я сегодня снимаю на свою новую Sony экшн камеру. Это птички там у нас сверенькая, потому что у нас кормушка там стоит. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами на тему, как продолжить учебу в университете в Германии, а именно как зарегистрироваться на следующий учебный семестр. Для того, чтобы зарегистрироваться на следующий семестр, вам нужно перейти по вот этой ссылочке и там посмотреть банковские данные университета. И перевести нужную сумму, которая написана на вот этом сайте, потому что сумма, заплата за семестр меняется. И вы переводите эту сумму, делаете банковский перевод. Заплатить наличными нельзя, только в том случае, если вы просрочили оплату. Это потом будет очень сложно, вам нужно идти в специальное место, где надо платить, когда вы просрочили. И там платят, по-моему, наличка уже. Но это мы сейчас не будем этот вариант рассматривать. Итак, вы берете там банковские вот эти штуки, вы платите, и там вы должны будете вписать сумму, сколько вы будете переводить, ваш матрикель, номер, это то есть номер вашего студенческого. И также, что вы платите за этот семестр. Потому что это очень важно, это реально важно. По поводу платы сейчас, на данный момент, я сейчас нахожусь зимним семестром. Ну, нахожусь. Сейчас зимний семестр 2016-17. Для того, чтобы заплатить за ЗОМР семестр 2017, вы можете посмотреть, какую именно сумму уже определили для этого семестра. Вот, есть официальный документ, по которому вы можете вот туда зайти, посмотреть, какая сумма назначена на этот семестр. Есть парочка моментов, которые могут застопорить ваш переход на следующий семестр. И один из этих моментов, это то, что есть сессия. Кроме того, что вы заплатили за семестр, это не значит, что вы автоматически продолжаете учебу, и все супер, вы просто учитесь дальше. Нет. Университет предполагает сессию, и это значит, что вы должны сдать экзамены. В случае того, что вы не сдаете какой-то из экзаменов, вы будете обязаны его пересдать или в следующем семестре, или в каком-то из следующих семестров, там, в зависимости от того, какой из предметов. Это уже другая тема. И, в общем, от этого зависит. Я такого еще не делала. Вот сейчас идти моя первая сессия. Но я знаю, что если вы два раза не сдали экзамен, ну, нормально, то есть, допустим, письменный экзамен, контрольный, если вы два раза не сдали, в техническом университете, например, вы идете тогда на устный экзамен. Если вы устный экзамен не сдали, то тогда вы вылетаете из универа. Есть такие моменты, которые нужно обязательно держать во внимании. Например, когда вы перевели деньги, вы должны проверять каждый день на протяжении вот одной недели, ну, максимум, вообще на протяжении двух-трех дней деньги должны уже дойти. Вы должны проверять всегда на сайте университета, на своей персональной страничке, что деньги дошли, и ваш статус там поменялся, что к оплате у вас должно 0-0 стоять денег. Потому что если не дошли деньги, то может быть такое, что университет это рассмотрит как то, что вы не заплатили. И таким образом вы автоматически отчисляетесь из университета. Просто автоматически. Поэтому я вам советую переводить не в последнюю ночь, когда уже завтра заканчивается срок перевода денег за университет. Я вам предлагаю делать это, ну, хотя бы за неделю. Потому что может быть такое, что или банк что-то напутает, и деньги куда-то не туда уйдут, или не дойдут. Или просто вы переведете как-то неправильно. То есть, ну, может быть, все что угодно. И я вам советую реально не затягивать просто до последнего момента, до последней ночи. Вас также могут автоматически отчислить, если вы переведете неправильную сумму. В начале видео я уже сказала, где можно посмотреть, какую сумму нужно переводить за семестр. Проверяйте обязательно. Она меняется каждый семестр. Если вам интересно, сколько стоит обучение на данный момент, то есть то, что я сейчас должна буду в феврале заплатить за летний семестр 2017, то это 118 евро 50 центов. В случае, если что-то из ранее указанных мной ситуаций... Там птичка летает. В случае, если что-то из ранее указанных мной ситуаций с вами случилось, и вас автоматически отчислили, то, если честно, я даже не знаю, что происходит в таком случае. Потому что это... Ну, я стараюсь, честно, это чтобы как предасти речь, чтобы не случилось такого. И я считаю, что или можно каким-то образом доказать, что, извините, там оно как-то случайно, или банк там затупил, или еще что-то. Возможно, можно как-то доказать, типа, я заплатил вовремя, а просто так оно там случилось, уже не я виноват. Или вот просто никак нельзя доказать, и вам, наверное, надо поступать заново в университет. И тогда уже поступает следующий вопрос. Или вы поступаете на следующий семестр заново, или вы начинайте с первого семестра. И тогда я реально не знаю. Но я вам желаю до этого не доходить. Хороших оценок, легкой сессии и легкого поступления, если вы только собираетесь учиться в университете в Германии или в любой другой стране. До следующего видео!